Добрый вечер дорогие друзья с вами канал про все сегодня буду говорить про пятого этапа инкубации я 5 этап не хотел ставить но мне дали яйцо снова перепелка тут только буду ставить перепельное яйцо ну число 5 август поставлю яйцо инкубатор разогрел тут сейчас отключил для съемки потому что антенна работает нету смысла так включить вода уже наливал ячейках хочу с вами поделиться количество яйца ну тут 150 штук и количество яйца но тут ну где-то тоже побольше есть браки ну это друг не взял деньги так дал но я ему дал деньги потому что он тоже кормит перепель ну короче хочу сказать что тут если грубо считать тут 140 штук перепельница ну в одном интернете youtube смотрел видео там что одна женщина ставили в инкубатор чуть ниже температуры ну где-то 10 дней держал на малом температура и у нее много кур был а петухов мало ну не знаю если кто-то так пробовал пишите в комментариях я не знаю насколько температуру влияет но сейчас у меня все нормально я не буду испытать чтобы с нижнюю температуру ставить в основном меня 37 и 7 вставляю она там ставит 37 на 4 в районе не знаю если это влияет пишите мне в комментариях я в следующем году уже не такой эксперимент делю поставлю чуть ниже посмотрим сколько штук будет рождаться ну сейчас я в основном 37 8 ставили а сейчас будут 37 давайте 37 и 6 поставлю где-то в районе 67 дней так поставлю потом повышен температуру не знаю что получится ну вот это год у меня все эксперимент идет и слава богу получается нормально сами знаете что на первый раз когда я ставил много птенцов у меня потеря были но сейчас уже я это все ошибки все исправили сейчас уже даже смотря на яйца знаю что брак или будет или не будет так скажу ну все ребята давайте будьте на связи меня с вами сниму видео по этапу расскажу покажу как идет все этап на но это тетрадь к у меня последний этап и сами знаете что даже 14 15 дней у меня все 100 штук вылюбился сразу все ребята давайте не отключайтесь я это все этап одном видео соберу чтобы часто не кидать видео в youtube и чтобы вам интересно было смотреть весь этап не отключайтесь итак друзья я этот видео снимаем вечером потому что при авоскопирование яйцо перепеля лучше темное место и так как у меня время нету чтобы днем снимать это видео еще и темное место цвет свет извиняюсь побольше хорошо видно яйцо перепелька внутри видно но перепеляю чуть пятно очень много яйца так что не хорошо видно но я тут подобрал несколько штук вот таких белых еще ну там где видно будет вот это так я сторону поставлю давайте крышку открою вот так несколько штук по добро соберу и вот эти уже смещал так это раз давайте так фокусируем ну белые где пятно мало тут и будем его скопировать яйцо ну три четыре штуки вот такие белые достаточно ну пока одну штука снял не белоплод вот думаю что внутри еще будет итак давайте закроем поговорим потом буду о вас копировать закроем и так сегодня давайте считаем который день пятого числя вечером ставили раз два три четыре пятый день уже внутри размножается радость зародишь внутри все нормально ну не знаю 150 из 150 штук сколько вылупиться будет влажность пока он тут показывает но это я открыли закрыли поэтому такой цифры пишет скоро будет нормально внутрь цифровой датчик тут показывает 78 процент влажности а внутри показывает 60 процентов влажности но это ничего страшно это нормально не так держал весь сезон инкубации ну я не задумал ставить пятый этап инкубатор ну ничего страшного сейчас ставим этот этап и на этом все закончим сто процент я не буду ставить шестой этап но это в этом году в следующем году наверное до зимой буду ставить инкубатор пока у меня нету места для размножения для птиц чтобы держать тепло ну это по степени все соберу самым поделюсь лучший свет давайте вот возьмите это яйцо которые я активно сейчас посмотрим как будет не видно но это тут есть зародыш нас от пассива нет это нехорошо видно давайте вот этот белый возьму смотрите ребята внутри зародыш уже хорошо даже шевелится вот это черный пятно смотрите смотрите вот шел вот это зародыш смотрите как движет двигается живой ну пятно побольше поэтому нехорошо видно давайте возьмем вот сами маленький жаль тут ничего нету не оплод даже яйцо сломан смотрите на глаз не видно будет я сказал что из 150 штук тоже будет браков много давайте еще одну попили возьму я все яйцо не смотрел вот это тоже нормальный жаль не хорошо видно друзья но все равно оплод есть давайте закроем это чтобы охлаждаться яйцо потому что сегодня уже охлаждаться яйцо яйцо потому что сегодня уже в норме я их охлаждал на 20 июля 28 28 июля рождались 1 2 3 4 5 6 7 8 9 дней потому что их уже много я не смогу весь этот цифр вспоминять давайте пойдем и покажу 9 дневнее перепелок вот ребята смотрите их уже 9 дней я закрыл сеткой потому что они летают вот так подблизи покажу вот они столько за 9 дней я росли они совсем были маленькие вот это самка уже видно ну красный сорт по моему тут самок очень много получилось у меня самцов почти мало но чего это ну дай бог что самок побольше будет вот это самый маленький на а тут они смотрят вот это на галлос самец является не отключайтесь ребята я обещал что весь этап инкубации буду показать процесс как все идет следующий видео будет несколько дней потом но это все собираю в одном видео так что не отключайтесь сегодня 20 августа уже прошло 15 дней дней и у меня проклюнутое яйцо перепеля сейчас покажу мы снова 15 дней у меня уже клюнули яйцо вот смотрите утром они уже рождаться будут еще тут одного случайно при смещении яйца перевороток ну я это все ручной делаю тут одни все сломался вот смотрите зародыш видно внутри не знаю будет рождаться будет или нет случайно при перемещении он сломался открыт внутри есть титнец полно штук метки есть ну который беру на руки уже тяжелые легкие лицо видно что а пруд есть за птица будет или нет который тяжелее внутри есть но думаю что утром уже должны рождаться ну температуру чуть повышать потому что они теплые любят ну почти 72 процента повышал температура 37 и 7 ставить ну будем ждать до утра уже 21 августа уже видно будет сколько пилипеца перепелок так что не отключайтесь друзья так дорогие друзья сегодня 22 августа уже птенцы влюбились я на работе быть и не смог снимать эти видео показать вам как рождается перепелки и общий итог сказать вам ничего я сейчас расскажу сколько штук у меня родился но родился но родился 68 штук перепел 84 штуки тут не а плот бель и тут всякие дефект есть сейчас яйцо соберу в одном месте вот тут 84 штуки ну это я тоже будет видео расскажу почему столько браков бель не а плот бель но долгая история но не долгая история в этом видео все расскажу так что не отключайтесь скажу причину почему столько не а плот бель так что не отключайтесь будет интересно узнать и я вам там совет почему столько не а плот бель и сколько из 40 140 штук вот столько не а плот бель но тут есть что внутри не хорошо развиваться тенец погибла но ничего страшного я это все вам расскажу покажу чтобы вы знали и и вы эту ошибку не повторяли и как но это не моя вина это уже вина яйца который кто-то не продавал ничего такое тоже бывает и так закончили шестую партию инкубации 6 месяцев я ставил инкубатор этот год был так экспериментальный год первый раз я это это делал заниматься так что я вам расскажу причина столько неоплодов не отключайтесь и так ребята давайте делаем общий итог весь инкубацию не сезон и закроем сезон инкубации потому что ну можно и ставить зимой ну пока у меня вместо нету поэтому не смогу ставить зимой инкубатор продолжать инкубат инкубацию и так я вот это сами знаете что тут я отметки начал ставить начал ставить 3 марта куриц и до августа ставили перепел я там на вначале видео сказал что 5 этап но это 5 этап не считал курини этап поэтому сказать 5 этап ну общие 6 месяцев ставили инкубатор по итогу очень хорошие результаты были у меня инкубатор был не сушка сто четыре яйца для куриц но это отдельное видео будет там расскажу про инкубатор про еще весь сезон еще скажу хочу сказать но этот период который оставили в инкубатор перепелиться ну я принес 160 штук там восемь штук был сломаны потому что у меня восемьдесят четыре штуки был неоплод и родился 68 штук общий ток там если плюс делится 152 штук ну я хочу вам сказать что владелец не держал в температуре указанном температура там бельных где хранится до 36 градусов достиг да это очень плохо потому что яйцо внутри начинает размножаться потом переохлаждение идет поэтому не хорошо развивать и все еще у него очень много были внутри яйца трещины вот я скажу почему это как это происходит не а тут вам например принесу вот на есть и когда кладут яйцо отсюда он переворачивается до здесь и он если быстро переворачивается при красновении с металла он внутри уже идет трещины это очень плохо влияет на инкубации если эти все собирается трещины не сохранение в нужном температуре яйца грубо говоря там 60 штук уже снимать оставить только 100 штук грубо говоря если что 100 штук подбирать нормально яйцо то очень хороший результат тоже у меня получились и 100 штук родился 68 штук это очень хороший результат вот смотрите какие чуть-чуть сегодня прохладно были они группировку делали греются утром и по проценту тоже хороший результат так что я доволен с инкубатора потом там некоторые подписчики что написали что не слишком не так уж хороший инкубатор там влажность невозможно держать на ребята я уже вместо ставить уже знаю по шкалу сколько градус снизу градус теплота влажность уже все по даже без градусника может могу сказать там влажность сколько нормально или не нормально но этот сезон был сезон опыта собирали опыт и уже все нормально идет по плану сейчас я вам покажу тех перепелка который родился 68 штук ну пока время нету чтобы сразу собирать страницу 3 гнездо пепеля ну пока уже время торопиться никуда они там поживут чуть я построю 3 гнездо не знаю наверное зимой тут оставлю надо закрыть еще раз телефоном полиэтиленными чтобы тепло были зимой не замерзли потому что они не земли сидят спят и вот такой высота тут уже сквознячок будет и они замерзнут он уже думаю что делят зимой таких держать их на кармель у нас очень жарко не пили не успевает даже 2 ставиль не успевает напаяться и добавь лишний воду добавить они это белый сорт и покажу и пойдем покажу это сниматься показывает себя не все кушают уже инкубатор дезинфекцию делал ну пока не закрывать буду потому что влажно пусть это все спирт отстенет и испаряться будет потом все соберу сниму видео чем я снова без эффекции делали уже а сорвать инкубатор отзеляю до следующего года давайте пойдем покажу все вот они это куропатки для них как мама они их кормят а я вчера отдельное видео снимал покажу как они корни от цыпленка тут есть две штуки инвалиды не знаю доживут или нет пока пусто останутся без этого никак не возможно браки всегда есть ничего страшного ребята все кому понравился видео ставьте лайк подпишитесь на мой канал в этом году я закончили инкубацию подписывайтесь на мой канал нажмите на колокольчик чтобы получить новые уведомления о новых видео всем пока удачи друзья